Я об этом говорил много раз публично. Все, кто продают товар, хотят продать подороже, а все, кто покупают, хотят получить его подешевле, а лучше вообще на халяву, как у нас в народе говорят, за бесплатно. За бесплатно, ясно, никто отдавать ничего не будет, но хотят подешевле. Вот принимают всякие решения в одностороннем порядке, третий энергетический пакет, причем в совершенно беспрецедентном порядке придают ему обратную силу, что в современном цивилизованном мире, казалось бы, вообще недопустимым. Но, тем не менее, это делается. Мы считаем, что цель здесь одна – понизить стоимость товара, оторвать вполне рыночный способ ценообразования, а он у нас сегодня завязан на цену на нефть. Мы же не диктуем административно эту цену, привязана к нефти. Нефть повышается, стоимость газа повышается. Нефть падает, стоимость газа падает. И мне кажется, что это не очень дальновидный вообще подход. Потому что, да, допустим, сегодня цена достаточно приличная на нефть, но завтра она может упасть, и тогда «Газпром» будет нести убытки. А наоборот, те, кто покупают, будут получать преференции. Не думаю, что это обоснованно. Кроме того, газовый рынок, он все-таки очень своеобразный. Он привязан к конкретному, в значительной степени конкретному поставщику. Вводить туда третье звено, как сейчас предлагают наши партнеры. Или поставить третьего покупателя или продавца. То есть, на границу наш газ пришел, западноевропейской страны. Нам говорят, продайте его на бирже третьему на лицу, юридическому. Оно купит, а потом дальше будет продавать. Но это, знаете, может к чему привести. Просто кто-то будет получать дополнительную маржу. Совсем не обязательно, что цена пойдет вниз. Это первое. Второе нововведение. Предлагается разделить собственника газопроводных систем, трубопроводного транспорта, и собственника самого продукта газа. Отдайте трубопроводные системы. И уже в некоторых прибалтийских странах уже национальное правительство ставит так вопрос и пытается отнять. И у нас, у наших немецких партнеров, кстати говоря, то, что нам принадлежит. По праву принадлежит. По закону куплено все за деньги. К чему это может привести в газовой сфере? Когда нет структуры, которая владеет продуктом, добывает его, а потом продает. Когда она отделена от транспорта, то может возникнуть ситуация деградации транспортной системы. Потому что сама транспортная система, она, как правило, убыточная в современном мире. Или тогда нужно будет резко задирать тарифы за прокачку. И это в конечном итоге приведет не к падению цены для конечного потребителя, а, наоборот, к ее увеличению. Или к деградации транспортной системы. Можно ли сделать так, чтобы для конечного потребителя в Европе газ был более дешевым, чем сегодня. И в то же время поставлялся по долгосрочным контрактам. Можно. Как это сделать? Нужно убрать посредников, которые сегодня присутствуют. Тут есть крупные компании, наши европейские партнеры. Они покупают наш газ, а потом поставляют его на свои же электростанции, снимая уже на первом этапе маржу. Допустите, Газпром, для того, чтобы Газпром сразу поставлял на электростанции. Тогда не будет одного посредника, не будет дополнительной маржи. Уже цена продукта упадет. Допустите, Газпром до конечного потребителя. Вылетит еще несколько посредников. Ну и, наконец, есть еще одна составляющая. Очень велика социальная налоговая нагрузка на энергоресурсы, в том числе на наш газ, которая поступает в бюджеты наших стран-партнеров. Ну а кто заставляет держать такую высокую налоговую нагрузку? Понижайте ее. Почему только мы должны в одностороннем порядке нести соответствующую нагрузку? Но все это вопросы текущего характера, как бы они остро не смотрелись на первый взгляд. Я очень рассчитываю на то, что нам в ходе такого партнерского диалога удастся найти и развязки этих непростых проблем и вопросов. Возвращаясь к электоральной тематике, поможет ли ваше ноу-хау Общероссийский народный фронт «Единая Россия» на выборах? Понимаете, конечно, мне очень хочется, чтобы «Единая Россия» на выборах победила. Во-первых, потому что список «Единой России» возглавляет действующий президент. И если наши граждане, избиратели, соответствующим образом положительно отреагируют на наше предложение о конфигурации власти, как я уже говорил, тогда мы получим возможность на базе вот этих выборов сформировать устойчивое и дееспособное правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это первое. А во-вторых, нашей целью, и моей в том числе, при создании Общероссийского народного фронта, являлось не только укрепление «Единая Россия», хотя это очень важно, потому что нам нужен дееспособный парламент. Это крайне важно. Но важно не только это. Важно, чтобы у нас элементы прямой народной демократии заработали, чтобы люди чувствовали свою связь с органами власти и управления. Вот мы часто, мы вообще привыкли вывешивать, значит, еще с петровских времен, всякие товары западного производства и образцы, и показывать пальцем, чтобы люди брали с них пример. Это, кстати говоря, где-то хорошо, а где-то не очень, потому что если мы все время будем тыкать пальцем на то, что там, и говорить, что там всегда все лучше, мы можем попасть в засаду и совершать ошибки. В этом смысле, с точки зрения развития демократических процессов. Вот мы говорим про экономический кризис на Западе, но сегодня он носит уже даже и политический характер. Сегодня многие западные эксперты говорят о кризисе власти и доверии граждан к вот этой многопартийной западной системе. Говорят, что вот эта многопартийная западная парламентская демократия не может предложить народу своих стран таких людей, которые пользовались доверием подавляющего большинства граждан страны. Вот эти общероссийский народный фронт, предварительное голосование по выбору наиболее достойных людей, вот это все те инструменты, которые в целом, на мой взгляд, должны действовать в направлении расширения базы демократии в нашей стране, реальной прямой народной демократии. И, на мой взгляд, это в целом будет укреплять политическую систему России. Вот вопрос в развитии темы Костиной. Видите ли вы осложнения какие-то для «Единой России», возможные в этой избирательной кампании? Осталось уже чуть меньше восьми недель, и кампания выглядит совершенно по-другому, нежели думская кампания третьего или седьмого годов. По инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева были приняты существенные поправки в выборное законодательство, которые привели к его либерализации. Понижен барьер для прохождения в Государственную Думу. Главное, заработал закон о равном доступе партии к средствам массовой информации. И в итоге борьба, политическая борьба, во всем, что мы видим у себя на экранах сейчас, с телевизоров, она стала существенно, гораздо жестче, чем была до этого. В этой связи, осложнит ли эта ситуация, вот нынешняя реальная ситуация, которая сложилась сейчас, борьбу Единой России за получение тех мандатов, на которые она рассчитывала для прохождения в Государственной Думе? Ну да, она, конечно, осложнит, я думаю. Борьба приобретет более острый характер, и в целом это неплохо, наоборот, это хорошо. Хорошо. Вопрос только в том, как нам развивать вот эти демократические институты. Нам нужно постоянно в поиске находиться. Нам нужно посмотреть, нам что, нам, скажем, нужно в парламенте 10-15 партий. Нужно убрать порог вообще прохождения в парламент или нет. Но мы знаем пример наших соседей на Украине. Нам разве нужна украинизация нашего парламента, где невозможно практически ничего обсуждать. Посмотрите, что в Штатах. Там много партий, там барьера нет. Но там очень много инструментов, применяя которые, государство добивается того, что в Конгрессе присутствуют только две крупные партии. Идет большая борьба в рамках этих партий вначале. И там реальная демократия развивается, в том числе и с помощью вот этого предварительного голосования. И на поверхности оказываются наиболее эффективные и наиболее принимаемые обществом люди. Они между собой борются. И то же самое в парламентах происходит. Наша политическая система находится в процессе становления. Мы не будем принимать никаких волонтаристских решений. Мы будем всегда в диалоге с общественностью, с обществом находиться. Но будем искать такие формы, при которых наша политическая система была бы устойчивой. Вот это одна из задач для меня, повторяю, конечно, если на выборах люди проголосуют за мою кандидатуру. Одна из задач будет правительство, если нормально пройдут голосование, люди поддержат список Единой России, выгла изменить Антоши Медведя, и потом нам удастся сформировать дееспособное правительство. Одна из задач – это создание устойчивой политической системы, которая бы развивалась на собственной базе, а не на основе советов или окриков из-за рубежа. Наше государство не может существовать как сателлит. Нам нужна устойчивая внутренняя, устойчивая политическая, современная, гибкая, отражающая требования сегодняшнего дня, но опирающаяся на наши традиции национальные политические системы. Мы не можем, как некоторые страны бывшего так называемого Восточного блока, Советского блока, страны Варшавского договора, а я знаю такие страны, существовать, когда они не могут назначить даже министра обороны и начальника генерального штаба без совета с послом иностранного государства. Мы так существовать не можем, но для того, чтобы быть самостоятельными и сохранять свой суверенитет, нам нужна и эффективно развивающаяся экономика, и устойчивая политическая система. Она может быть устойчивой только в том случае, если люди будут чувствовать, что они влияют на формирование органов власти и управления, на формирование и на политику этих органов власти и управления. И, конечно, нам нужно найти оптимальные политические структуры и механизмы формирования органов власти. Посмотрим, как будут функционировать те инструменты, которые Дмитрий Анатольевич предложил. Мы делаем это вместе, чтобы было понятно. Но, конечно, Дмитрий Анатольевич был президентом, и окончательное слово в этих вопросах, конечно, бы всегда было за ним. И я к этому с уважением отношусь. И, конечно, они приняты, они будут имплементированы, имплементированы, они будут работать. И мы вместе будем смотреть и в рамках партии «Единой России», и в рамках общенационального российского фронта, будем смотреть, как это все функционирует, как работает. Если нужно, мы будем вносить какие-то коррективы. А что бы Вы сочли для «Единой России» достойным результатом этих выборов? Вы знаете, Вы меня сейчас пытаетесь передвинуть в плоскость каких-то предсказаний политических. Нет никаких цифр. Я спросил, достойным результатом для «Единая Россия»? «Единая Россия» должна остаться ведущей политической силой в стране и в Государственной Думе. Вот это было бы достойным результатом. Владимир Владимирович, спасибо большое за эту встречу. У нас на сегодня, пожалуй, все. А Вам удачи. Спасибо Вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарю вас.